Всем добрый день! Давайте начнем с того, что вспомним, что у нас было в прошлый раз, на чем мы с вами остановились. Значит, остановились мы на понятии линейной комбинации и понятии линейной независимости. Значит, ну, линейная комбинация – это просто произвольное выражение вот такого вида. Ну, соответственно, это линейная комбинация векторов V и Т с коэффициентами λ и Т. А линейная независимость – это некое свойство набора векторов. Вот у нас есть набор векторов V1, Vn, и мы говорим, что они линейны и независимы. Если, кто напомнит? Если существуют такие коэффициенты, при которых λ1, V1 плюс так далее λn, Vn равно нулю, при этом хотя бы один из этих коэффициентов не равен нулю. Ну, в этой ситуации они как раз называются зависимыми. Ну, если коэффициенты ненулевые существуют, так что сумма равна нулю, то в этой ситуации они называются как раз линейно зависимыми. Ну, а, соответственно, отрицание этого выглядит следующим образом. Вектора линейно независимы, если вдруг для некоторой суммы получилось так, что она ноль, если вдруг для некоторой линейной комбинации получилось, что она ноль, то из этого должно автоматически следовать, что тогда все λi – это и ноль. Ну, и, соответственно, проверка того, что какой-то набор векторов линейно независимый, обычно так и происходит. Вы предполагаете, что есть линейная комбинация, которая равна нулю, и дальше должны доказать, что все коэффициенты равны нулю. Значит, какая у нас была геометрическая интерпретация линейной независимости? Ну, для R3, мы так говорили, мотивировали это все для R3, кто помнит? Некопонарные вектора. Да, 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 если у нас есть тройка векторов, то они линейно независимы в R3, если они в одной плоскости, проходящей через ноль. Ну вот, здорово. Хорошо. Теперь надо бы немножко какие-то примеры привести. Я думаю, что у вас на практиках уже много чего было. Ну, давайте как-нибудь и на лекциях тоже парочку примеров приведем. Ничего особенного. Начнем с векторного пространства, которое состоит из столбцов. И среди этих столбцов есть самые просто выглядящие столбцы. Столбцы вот такого вида. Ну, соответственно, в общем, они выглядят так, что если у вас единичка может стоять на какой-то иитой позиции, вот это вектор иита, значит, такой набор столбцов будет называться стандартным базисом. Но слово «базис» мы немножко позже обсудим. Но в целом уже и так его полезно запоминать, потому что это словосочетание у нас будет очень устойчивым и будет часто использоваться. Значит, стандартный базис – это линейно-независимый набор векторов. Так, не крути. Какое бы ни было там наше поле К, это линейно-независимый набор векторов. Ну и в чем тут дело? Давайте просто посмотрим на линейную комбинацию этих векторов. Вот мы рассматриваем вектор суммы лямбда иита, где иита – это как раз вот эти стандартные базисные вектора. Чему такая линейная комбинация равна? Как столбцу? Лямбда иитам. Да, да, просто столбцу и в лямбда иитах. Вот такой вот столбец лямбда 1, лямбда n. Ну и понятно, что если этот столбец равен нулю, вдруг так оказалось, то из этого автоматически последует, что все лямбда ииты равны нулю. Вот, поэтому этот набор линейно-независимый. Хорошо. Ну давайте пункт 1 штрих, то же самое про матрицы. Понятное дело, бывают вот такие матрицы с двумя индексами, у которых на итой ижитой позиции стоит единица, а все остальное – нули. Понятное дело, они по тем же самым причинам линейно-независимы. Ну, они морально ничем не отличаются от столбцов. Хорошо, давайте еще что-нибудь обсудим. Ну, хорошо, например, когда набор из двух векторов линейно-независим? Что мы можем про это сказать? Когда один не получается умножение второго на константы. Ну да, они непропорциональны, правильно? Ну, то есть формально мы должны были посмотреть, что у нас вот лямбда 1 v1 плюс лямбда 2 v2 хотели бы получить, чтобы вот эта сумма никогда была не равна нулю, если хотя бы один из лямбда 1 лямбда 2 не равен нулю. Значит, хоть один. Ну, и, соответственно, дальше, например, если лямбда 1 не равен нулю, то мы на него можем поделить, и тогда получится, что v1 – это какая-то константа на v2, то есть v1 кратно v2. Ну, и, соответственно, получается, что… Сейчас, извините, я немножко заговариваюсь, в том смысле, что если мы предполагаем, что они линейно-зависимы, то есть как раз вот такое соотношение есть, где лямбда 1 или лямбда 2 не равны нулю, хоть какой-то, то из этого бы следовало, что один выражается через другой. Соответственно, они линейно-независимы. Если это линейно-зависимы, тогда вот так. Ну, а, соответственно, они линейно-независимы, если один непропорционально другому. Хорошо. Так, что-нибудь еще? Ну да, у нас еще будут какие-нибудь стандартные обозначения. Давайте их заодно введем. Вот здесь еще один примерчик на этом маленьком кусочке рассмотрим. Значит, примерчик такой. Мы можем посмотреть кольцо многочленов. И взять все многочлены, степень которых меньше либо равна n. Ну и, соответственно, базис. Ну, базис пока нам рано, но в этом пространстве живет вот такая вот линейно-независимая система. Значит, эта линейно-независимая система состоит из элементиков 1, x, x квадрат и так далее, x в n. Всего n плюс 1 штука. Ну, довольно естественно. Что стоит еще упомянуть? Ну, стоит упомянуть, что, конечно, если у вас есть какая-то линейно-независимая система, то из нее можно получить много-много других линейно-независимых систем. В частности, в пространстве столбцов есть много-много других линейно-независимых систем. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь самый простой способ, при котором из одной линейно-независимой системы можно получить другую. Значит, этот способ навеян, в общем-то, методом Гаусса, как и все, что происходит в базовой линейной алгебре. Значит, а именно, если у вас есть какой-то набор векторов, ну, давайте это в качестве примера 4 сделаем. Значит, если у вас есть какой-то набор векторов, v1 и так далее, vn, то я из него могу получить новый линейно-независимый набор векторов следующим образом. Значит, я могу взять два индекса, i, j и некий кеэффициент лямда и ск. Ну, и после этого сделать следующее. Взять новый набор векторов, вот такой, v1 и так далее. Ну, вектор v1 и оставим на месте. А вот на житой позиции мы сделаем следующее. Мы возьмем вектор v1 и прибавим к нему лямбда на v1. Ну, и дальше продолжим, как было. Вот такой вот новый набор векторов. Я утверждаю, что он остается... Точно так же линейно-независимым, если был линейно-независимый исходный. Ну, давайте попробуем это проверить. Итак, ну, пусть у нас есть какой-то набор коэффициентов μ1, μn. Ну, у этих векторов все еще n штук. И мы рассмотрим сумму. Давайте вот этот новый набор назовем какими-нибудь буквами, там, v1 со штрихом его назовем. Значит, v, и, т, то есть так же штрих. Значит, вот этот вот новый вектор, v, ж, и, т, штрих. Ну, и v, n, т, штрих. Ну, почти ничего не отличается. Но тем не менее. Значит, мы рассматриваем линейную комбинацию сумма миитых, v, и, т, штрих, равна нулю. Должны показать, что все миитые равны нулю. Итак, значит, сумма от 1 до n. Надо понять, почему же это так. Почему мне ничто не мешает. Ну, как мы можем эту сумму переписать? Через исходные наши вектора. Да, давайте распишем через исходные вектора. Будут ли у меня... Значит, понятное дело, что так как в каждой ваитой входит предыдущий выжитый с коэффициентом 1, то у меня, по крайней мере, останется вот такой кусок суммы. Сумма по i равно 1 до n, миитая просто на ваитая без штриха, правильно? А какой у меня еще дополнительный элемент будет? Какое у меня еще будет дополнительное слагаемое? Лямбда ваитая. Ну, оно будет не совсем лямбда ваитая. Еще на мюитая. Лямбда ваитая не равняется i. Смотрите. Вот из этого выражения, вот из этого вектора должно появиться новое слагаемое. Сам этот вектор домножается на коэффициент мюжитая, поэтому у меня получается еще вот такое дополнительное слагаемое. Значит, мюжитая лямбда ваитая. Ну вот, теперь мы предполагаем, что такая штука равна нулю. Только у нас с ишками плохо получилось как-то. А, теперь у нас индекс. Ну, давайте индекс, да, здесь будет. А k, например. К, да, какой-нибудь. К, значит, здесь тоже. К, индекс К. Отлично. Значит, ну и теперь мы предполагаем, что такая сумма вешек равна нулю. Что мы теперь можем сделать? Ну, мы из этого можем сделать вывод, что все коэффициенты при всех вешках равны нулю. Ну, это, в общем-то, довольно много нам дает. Если мы посмотрим все вешки, кроме номера и, то что, какие при них коэффициенты? Ну, при них коэффициенты, если k не равно и, то при них коэффициенты это в точности мю ка-т. Ну, вот, соответственно, получаем, что при k равном и все мю ка-ты равны нулю. Ну, то есть уже почти все из этих мю-шек, кроме одного, точно нулем стали. Ну, вот, а последнее, значит, коэффициент, коэффициент при v ка-т выглядит следующим, ой, при v i-том, прошу прощения, выглядит следующим образом. Это просто мю-и-та, да, который вот отсюда вышел из этого выражения, значит, плюс мю-жи-та на лямбда. Ну, вот, он тоже должен быть равен нулю. А что такое мю-и-та? Это типа наши мю-ка-ты? Мы взяли коэффициенты, смотрите. Я пытаюсь доказать, что вот этот вот набор линейно независим, правильно? А, все, все, все. Значит, я взял набор коэффициентов, взял сумму, предположил, что она нуль, и теперь пытаюсь получить, что этот набор коэффициентов сам равен нулю. Ну, и вот я уже почти добился всего, я раскрыл выражение, понял, что коэффициенты при векторах v i-та в этом выражении равны нулю, v k-та в этом выражении равны нулю. Ну, значит, при k не равном i, это просто мю-ка-ты по-честному, а при k равном i, это вот такое выражение. Ну, давайте заметим, что мы уже точно знаем, что мю-жи-та не ноль. Да, я здесь не оговорил это, но, надеюсь, понятно, что мы взяли так, чтобы и не было равно ж. Значит, вот это выражение уже равно нулю, потому что мы промежутое знаем, что оно нуль, но отсюда остается просто, что мю-ит и ноль. Ура, ура, мы закончили наше рассуждение. Можно небольшое уточнение? То есть мы говорим, что вот у нас получились те же вектора, которые были изначально, и поскольку мы знаем, что они линейно независимы, то при всех принятиях должен стоять ноль, чтобы выражение равнялось нулю. И дальше от этого уже читаем мю-каты. Да, вот здесь я воспользовался линейной независимостью набора векторов ВИТ. Так, хорошо. Ну вот, мы получили теперь способ, который похож, ну, в общем-то, и является в каком-то смысле элементарным преобразованием первого типа, который из линейно-независимого набора векторов получает новый линейно-независимый набор. Вот, это здорово, замечательно. Ну, а теперь неплохо бы немножко в другую сторону подумать про то же самое. Вот, а именно, когда наш набор точно является линейно-зависимым. Ну, и здесь логика, в общем-то, понятна. Логика примерно такая. Ну, вот представьте себе, вот вы на плоскости берете три вектора. Ну, понятно, что эти три вектора точно будут линейно-зависимы, правильно? Значит, дальше. Вы там в трехмерном пространстве, в R3, берете четыре вектора. Ну, наверное, понятно, что они точно будут линейно-зависимы. Да, один будет выражаться через три остальных, скорее всего. Уж точно. Вот, ну и эту логику надо как-то оформить в теорему. Ну, и эта теорема, она, собственно говоря, будет являться ключевым нашим фактом для определения того самого понятия, которое мы здесь не явно подразумеваем, а именно понятия размерности. Ну, вот мы понимаем, что плоскость, она двумерная. Ну, и не может быть на двумерной плоскости три независимых вектора. Точно так же R3, но это, наверное, трехмерное пространство, и не может быть в нем четыре линейно-независимых вектора. Ну, вот, на пути к понятию размерности нам надо доказать следующую теорему. То есть теорема называется о линейной зависимости линейных комбинаций. Линейной зависимости линейных комбинаций. О чем речь? Вот у нас есть какой-то набор векторов. V1, так далее, Vn. Ничего про него не знаем, но дальше по этому набору векторов мы строим другие вектора U1, Um. Так что вот эти вектора U1, Um сами по себе являются линейными комбинациями в иитах. Итак, что же мы хотим теперь сказать? Я утверждаю, что если выполнено неравенство, что M строго больше, чем N, то каким бы ни был изначальный набор векторов V и t, если M больше N, то набор векторов U1, Um линейно зависим. Значит, ну это в точности удовлетворяет нашему представлению о том, что было. Ну там любой вектор в R3, он является суммой трех стандартных базисных векторов, как мы с вами обсудили. E1, E2, E3. Правильно? Видимо, это как-то и говорит о размерности трехмерного пространства. Ну а теперь мы взяли больше векторов, чем размерности, и оказывается, что они обязаны быть линейно зависимыми. Окей? А V1, Vn у нас линейно независимы? Любые. Неважно. Это любые вектора из какого-то векторного пространства V. Неважно, какое это было пространство и какие это были вектора. Важно то, что если мы возьмем U1, Un больше, а они выражались через ограниченное количество вот этих V1, Vn, то они обязаны будут между собой иметь линейную зависимость. Окей? Да, понятно, спасибо. Так, ну что ж, давайте доказывать эту теорему. Доказательство этой теоремы – это пародия на метод Гаусса, как всегда. Что мы будем делать? Ну, давайте будем доказывать это утверждение какой-нибудь индукции. Я буду доказывать его индукции Pn. Ну, если я хочу его доказывать индукции Pn, то логично, что мне нужно бы получить какой-нибудь набор векторов, который будет зависеть, который будет выражаться через меньшее количество векторов V1, Vn. Ну, можно, наверное, такой набор векторов сделать. Каким образом? Ну, давайте возьмем вектора U1, Un и возьмем какой-нибудь из этих векторов в выражении, для которого коэффициент при Vn не 0. Ну, то есть, что у нас получается? Мы же знаем, что наши вектора Ui – это какая-то сумма, значит, лямбда и житая на V житая. Правильно? Ну, и мы теперь можем взять такой вектор U. Ну, например, давайте пусть это после перенумерации будет обязательно M-ный вектор. Значит, мы можем взять такой вектор U, M, такой, что коэффициент лямбда Mn не равен 0. Ну, то есть, вот здесь, на последнем месте, значит, вот этот вектор равен сумму чего-то, чего-то, чего-то. Значит, а на последнем месте, вот, коэффициент при Vn не равен 0. Ну, здесь Vn можно было бы и при V1 делать, как прямо в методе Гаусса. Ну, Vn чуть-чуть, мне кажется, логичнее. Итак, вот мы взяли такой вектор U, M. Что теперь можно при помощи этого вектора U, M сделать? Ну, вот представьте себе, что у нас здесь написано какой-нибудь там векторочек U, M-1. Значит, он тоже равен, вот какая-то сумма, лямбда M-1, N, Vn. Ну, что я теперь могу сделать? Я теперь могу вот этот вектор U, M прибавить к этому с каким-нибудь коэффициентом, так, чтобы вот этот вот индекс умер, так, чтобы вхождение Vn в U, M-1 умерло. Ну, после соответствующей добавки, конечно. Ну, несложно этот коэффициент написать. Давайте теперь благодаря этому, значит, определим просто новый набор векторов. Значит, новый набор векторов будет называться U, T, только со штрихами. Значит, U, T, штрих будет равно. Это будет старое U, T, минус, ну, вот, то, что мы должны были прибавить, чтобы у нас получился нулевой коэффициент. Ну, значит, минус лямбда M. И минус 1, N. Ой. Нет, лямбда I, N поделить на лямбда M, N, U, M. Вот так. Согласны? Вроде я правильно написал. Ну, смотрите, вот у вектора U, T, здесь, значит, стоит коэффициент лямбда I, T, N, V, N. Значит, и мне нужно вот это вот штуковину, вот это выражение, домножить на такой коэффициент, чтобы получилось то же самое, что здесь, с минусом. А то есть мы берем такие U, T, что у них при U, N там не ноль. Да, да, мы берем вот такие вот U, T, со штрихом. Нет, погодите. Я предположил, что у меня вот этот вот коэффициент лямбда M, N, он не ноль. Да? А почему предназначен? При помощи вот этого вектора U, N, я делаю новый набор векторов U, T, штрих, такой, что этот новый набор векторов будет выражаться через V1, V, N минус 1. Просто тогда у нас же должно быть условие, что при U, и там, где I меньше M тоже, при V, N там должен быть не ноль. Не, не, погоди, я делю вот здесь вот на это. Просто будет целиком нулевой коэффициент, если там будет ноль. Ну, если вот это в ноль, ну и, пожалуйста, лямбда и N ноль, ну, здорово, просто ничего не вычитаем. А, окей, понятно, все, спасибо. Мне важно здесь, чтобы я мог поделить на коэффициент при V, N вот здесь. Мы потом разберем... Да ладно, раз уж я сказал... А мы можем гарантировать, что мы найдем такую комбинацию, чтобы лямбда M, N было не равно нулю? Нет, технически не можем, но давайте заметим, что если лямбда и N равно нулю для любого I, то мы уже можем воспользоваться индукционным предположением, правда? А, все. Ну, какая разница, они просто не зависят от V, N, забыли про него и воспользовались предположением. Ну, M не изменилось, а N заменилось на N минус 1, и уж неравенство точно сохранилось. Если M было больше, чем N, то уж точно строго больше, чем N минус 1. Итак, значит, сколько таких векторов у ИТ-штрих? Ну, до какого I разумно эту процедуру продолжать? Ну, видимо, у ИТ-штрих, они живут от 1 до M минус 1, правильно? Значит, что у нас получилось? У нас есть M минус 1 вектор, который выражается через N минус 1 вектор, правильно? Хорошо. Раз у нас есть такой набор векторов, и M минус 1 по-прежнему больше, чем N минус 1, то мы можем воспользоваться индукционным предположением, а по индукционному предположению получается, что вот тогда этот набор векторов у 1 штрих и так далее, у M минус 1 штрих, он линейно зависим. Ну, хорошо. Вот этот набор линейно зависим. Давайте поймем, что же это означает для нас. Что же это означает? Ну, это значит, что там есть один, ну, хотя бы один ненулевой коэффициент, и, значит, если мы последний вектор добавим с нулем, то все равно зависимое будет. Ну, да. Ну, действительно. Давайте попробуем, ну, например, в следующем ключе на это посмотреть. Значит, я предлагаю такой способ рассуждений. Давайте просто посмотрим теперь, мне же надо про уиты изначальные что-то получить. Давайте просто посмотрим линейную комбинацию уитых. Значит, сумма, там, лямда и те, лямда у нас занята, давайте буквами опять будем пользоваться. Значит, сумма, мюита, уита пусть равна нулю. Ну, давайте заметим, что все наши замечательные уиты, они выражаются через... Да, правильно. Они выражаются через наши славные вектора уитая штрих и уэмная. Правильно? Значит, как это у нас получается? Значит, у нас получается следующим образом все. Там штрихи не нужны? А, сейчас, сейчас, господи, что? Мне же надо... Мне... Я что-то, извините, я заговорился, да. Значит, я же линейную зависимость получил уже, и мне ей надо воспользоваться. Ну, да. Значит, смотрите, вот раз вот эти линейные зависимы, то я могу следующую вещь сделать. Я могу взять и написать вот нетривиальную линейную комбинацию. Правильно. Мне говорят про штрихи, что удобнее рассмотреть, конечно, вот такое выражение для уитая штрих. Значит, а именно нетривиальную линейную комбинацию, где не все мюиты, не все мюиты равны нулю. Значит, а это здесь я не только писал, вот так. Значит, вот такая вот нетривиальная линейная комбинация для векторов уитая штрих. Ну вот, а теперь, да, теперь просто надо эти вектора уитая штрих расписать через уитая без штрихов. Значит, это получается вот опять же такая же сумма. Значит, это сумма мюита, только на этот раз на уитая по и от... Да, значит, 1 до m минус 1, как и здесь. Ну, а потом еще есть отдельное слагаемое, которое соответствует мюэмному. Ой, в смысле уэмному. Значит, там что у нас получается? Там вот этот коэффициент вылезает при уэмном какой-то, правильно? Значит, этот коэффициент, я его неправильно написал, вот так вот логичнее было бы написать. Это какая-то сумма вот этих мюшек с какими-то вот этими вот лямбдами. Давайте не будем думать, какой он. Он нам не нужен, на самом деле. Важно то, что вот эта вот линейная комбинация, это на самом деле линейная комбинация ушек, и вначале стоят вот такие вот коэффициенты при всех, кроме уэмном. Согласны? Согласны, согласны. Ну вот, значит, что теперь получается? Получается, что в этой линейной комбинации тоже не все коэффициенты равны нулю. Ну, потому что просто при первых уитах все коэффициенты – это те же самые мюиты, про которые мы гарантированно знали, что они не ноль. Все вместе. Ну, что это означает? Это означает, что мы нашли нетривиальную линейную комбинацию исходных ушек, которая давала ноль. Ну, на этом доказательство теоремы и заканчивается. Значит, мы нашли то, что хотели. Нетривиальную линейную комбинацию. Ну вот, такие дела. Значит, для того, чтобы двигаться дальше, мне нужно дать несколько определений. Ну, вот, в частности, в теореме о линейной зависимости линейных комбинаций мы смотрели на… Упрали какой-то набор векторов V1, Vn и смотрели на U1, Um, которые могли быть какими угодно их линейными комбинациями. Ну, и в связи с этим у нас, конечно, есть замечательное определение. Значит, а именно мы можем посмотреть на множество всех линейных комбинаций заданного набора векторов. Лямбда 1, V1, плюс и так далее, плюс лямбда N, Vn. Вот такое вот множество. Лямбда иты… Ну, давайте здесь так напишем. Лямбда иты – это произвольные элементы из К. Произвольные коэффициенты. Что мы можем про это множество хорошего сказать? Значит, я утверждаю, что это множество не просто так, а это множество подпространства внутри исходного пространства V, из которого были взяты наши векторочки. Значит, естественно, на значок подпространства я буду тоже писать как меньше либо равно, как подгруппа внутри группы, ну и так далее. Итак, вот это подпространство внутри пространства V. Более того, это подпространство довольно естественным образом связано с самими этими векторами v1, vn, что в общем ожидаемо, а именно это наименьшее подпространство внутри v, которое содержит v1, vn. Согласны? Ну, конечно. Ну, в общем, да, как и раньше про идеалы, как и раньше про группы. Понятное дело, что такие элементы, такие суммы обязаны входить в произвольное пространство, которое содержит вектора v1, vn. Ну, а множество составлено из них, коль скоро оно само по себе подпространство, как раз является вот этим самым наименьшим по включению. Хорошо. Ну, с этим у нас есть определение. Значит, первое – это определение подпространства, порожденного векторами v1, vn. Ну, вот оно уже здесь фактически дано. Значит, если у нас есть набор векторов v1, vn, то вот это вот подпространство называется подпространством, порожденным этими векторами v1, vn. Ну, я записывать его буду при помощи вот таких вот треугольных скобочек. Сейчас, извините. Ладно, не чихнув пока. Ладно, поехали дальше. Будем ждать более подходящего момента, видимо. А второй кусок определения – следующий. В свою очередь, если у вас есть подпространство v, и в нем есть какой-то набор векторов v1, vn, и выполнено, что этот набор векторов порождает все пространство v, то в этой ситуации логично, что этот набор векторов имеет специальное название. А именно такой набор векторов называется порождающая система для пространства v. Вот. Ну, замечательно. Если скомбинировать определение порождающей системы и понятие линейной независимости, то получается понятие базиса. Давайте посмотрим на это понятие. В принципе, я уже это слово произносил. Следующее понятие базиса звучит следующим образом. Значит так, пусть у нас есть набор v1, vn внутри пространства v. Тогда такой набор векторов называется базисом. Базисом пространства v. Если, первое, этот набор векторов линейно независим, а второе, этот набор векторов порождает все пространство. Так, ну что ж, давайте немножечко про понятие базиса поговорим. Значит, у понятия базиса есть несколько переформулировок. Я скажу сейчас самую простую из них, которая обычно наиболее просто проверяется. Значит, а именно эта формулировка выглядит следующим образом. Давайте оформлю это в качестве утверждения, что набор векторов v1, vn внутри пространства v является базисом. Тогда и только тогда, когда для любого вектора v из v существует и единственный набор элементов лямбда 1, лямбда n. Такое, что v равен сумма лямбда it, v it. То есть лямбда it – это коэффициенты в линейной комбинации, которая выражает v через базис. Давайте про это утверждение немножко посмотрим. Поймем, что и в какую сторону здесь очевидно. Ну, на самом деле, наверное, наиболее просто доказать в эту сторону. Меньше всего слов нужно. Значит, если у нас есть вот это вот свойство, то из этого автоматически следует, что набор векторов v1, vn – это базис. Давайте подумаем, почему. Понятно ли, почему выполнено второе условие того, что набор v1, vn является базисом? Ну, да. То есть то, что v1, vn порождает пространство v. Это вроде как-то написано. Ну, да, действительно. Здесь просто написано, что такой набор, то есть из существования просто такого набора как раз исследует то, что набор v1, vn является порождающим. Мы любой вектор можем представить в виде линейной комбинации. Поэтому пункт 2, очевидно, выполнен. Давайте посмотрим теперь на пункт 1. На линейную независимость векторов v1, vn. Почему вектора v1, vn или линейные независимы, если у нас есть единственность разложения? Потому что есть единственность разложения нуля. Правильно, спасибо. Действительно. Значит, единственность разложения нуля – это и есть как раз условие на то, что не существует нетривиальных нулевых линейных комбинаций. Правда? Если мы представим себе линейную комбинацию, предположим, что она равна нулю, то мы можем сравнить ее с другой линейной комбинацией. 0 на v1 плюс и так далее плюс 0 на vn тоже равно нулю. Ну и из единственности отсюда должно следовать, что все лямбдаиты равны нулю. Что доказывает линейную независимость. Поэтому вот это утверждение в одну сторону просто совсем очевидно. Ну и в другую сторону оно, на самом деле, не сильно сложнее. Значит, опять же, существование и единственность надо доказывать, можно доказывать по отдельности. Правильно? Значит, вот здесь вот существование мы точно так же получаем из условия того, что набор v1 vn порождает v. Значит, из того, что v1 vn порождает v, как раз и следует, что существуют такие коэффициенты лямбдаиты, существует такая линейная комбинация, которая дает произвольный, наперед заданный вектор из v. Вот. Значит, существование понятно откуда следует. Теперь вопрос единственности. Вот представим себе, что у нас есть две линейные комбинации, которые дают один и тот же вектор. Значит, и сумма mu ite v ite тоже равно вектору v. Ну, теперь как свести это к единственности для линейной комбинации нуля, которая, как мы знаем, и есть линейная независимость? Разность. Ну, да, и просто взяли и вычисли одну из другого. Спасибо. Значит, получили вот такое выражение. Значит, получили, что такая сумма равна нулю. Ну, и теперь по линейной независимости получаем, что лямбда ite минус mu ite равно нулю. Ну, то есть лямбда ite равно mu ite для любого. Все. Линейная независимость доказана. Итак, ну, мы с вами переформулировали понятие базиса. Но, вообще-то, неплохо было бы доказать, что базисы существуют. Понятие базиса вообще будет центрально в нашем с вами обсуждении линейной алгебры, в частности, в определении понятия размерности. Поэтому мы сейчас на него, значит, столько внимания и тратим. То хочется немножко про понятие базиса сказать. Значит, хочется про понятие базиса сказать следующее. На текущий момент я давал определение базиса, предполагая, что набор векторов v1 vn конечен. Правильно? Пока все выглядело именно таким образом. Вообще-то, это не обязательно так. Ну, например, хороший пример. Вот такой набор векторов. 1x, x квадрат, так далее, x vn и до бесконечности. Ну, наверное, логично считать, что это базис пространства многочленов с коэффициентами в поле k. Правильно? Ну, любой многочлен однозначно представим в виде суммы вот таких маномов. Правда? Значит, здесь есть две проблемы. Значит, первая проблема – это неудобство понятия базиса. А именно, вместо того, чтобы рассматривать конечные линейные комбинации в этом понятии, приходится обычно рассматривать бесконечные линейные комбинации, но оговаривать отдельно, что почти все коэффициенты в этой линейной комбинации должны быть равны нулю. Вот это не всегда удобно. Но это, надо сказать, меньше из зол. Гораздо больше из зол заключается в том, что следующую теорему про существование базиса надо было бы доказывать гораздо более серьезной техникой из теории множеств, чем я буду делать это сейчас. А именно, значит, существование базиса в общей ситуации, когда у нас пространства могут быть бесконечно мерными, надо доказывать при помощи леммы Цорна. Я не знаю, было у вас такое или не было. Но неважно. В общем, если вы не знаете, что это такое, то для вас это загадочная штука, которая, видимо, достаточно технически сложный инструмент. Ну, не настолько сложный, но просто нам на это несколько пар надо потратить, чтобы просто его обсудить. А с другой стороны, если вы знаете, что это такое, вы, наверное, себе представляете, что доказательства при помощи леммы Цорна, но они не самые простые. Поэтому во всем дальнейшем я буду предполагать, что базисы у нас всегда будут конечными, что во всех пространствах у нас будут существовать конечные базисы, кроме, возможно, пространств, которые будут участвовать в виде примеров. Ну, вот там, например, пространство непрерывных функций. Несложно показать, что базис пространства непрерывных функций имеет всегда мощность континуум. Проблема в том, что этот базис никто никогда не видел, все про него знают только в теории, что он есть. И, в общем-то, он никому не нужен. Ну, это примерно общая судьба для бесконечно мерных пространств, что то, что в алгебре называется базисом, в этих пространствах просто в гробу не нужно. Никто его никогда не видел, и никто его никогда не использует. Ну, а в каких-то более-менее простых ситуациях, вот типа пространства многочленов, тут базис, во-первых, и так обычно очевиден, и про него ничего отдельно говорить не надо. Ну, и само по себе это пространство в целом нам обычно не нужно. Нам обычно от этого пространства нужны многочлены, степень которых ограничена. Оно уж всяко будет подходить под нашу штуку, под наше рассмотрение, потому что в этом пространстве, очевидно, есть вот такой вот базис, который состоит из конечного числа элементов. Итак, значит, я закончил свой разговор по поводу того, что мы с бесконечно мерными пространствами и вообще с базисом, в котором бесконечно много элементов, встречаться практически никогда не будем, теорема, если будем, то только в примерах. Ну, а теперь я перейду к теореме, в которой докажу, что базис таки существует. Значит, теорема будет звучать достаточно громоздко, потому что она будет покрывать много-много ситуаций, которые нам интересны. Значит, теорема звучит в следующем виде. Значит, пусть у нас есть пространство В, в котором уже есть порождающий набор векторов У1, УМ, конечный. Порождающий набор ВВ. Кроме того, есть набор векторов В1 и так далее ВН, который является линейно независимым. Тогда я утверждаю, что набор векторов В1, ВН можно дополнить до базиса, добавив к нему вектора из вот этой вот заданной заранее порождающей системы. Добавляем какие-то вектора из порождающей системы У1 и так далее УМ. Вот такие дела. Давайте немножко обсудим, как мы будем это все время доказывать. Идея банальна. Значит, мы берем просто вот этот вот набор векторов В1 и так далее ВН и просто начинаем к нему добавлять вектора У1, УМ до тех пор, пока система не станет линейно зависимой. Ну, соответственно, если в какой-то момент мы упремся в то, что наша система, как бы мы не добавляли оставшиеся вектора из набора У1, УМ, будет линейно зависимой, в этот момент мы, видимо, должны доказать, что мы получили все пространство. И мы, соответственно, получили порождающую систему, которая уже все еще остается линейно независимой. Вот. Логика доказательства такая. Ну, я, наверное, буду значит, вот эту логику оформлять в виде индукции, в виде доказательства по индукции. Ну, давайте это сделаем. Индукция у меня будет, ну, про единственность мы потом поговорим. Вот. Пока продолжаем доказывать нашу теорему. Значит, индукция будет по следующему числу. Значит, количество векторов из набора У1, УМ, которые не лежат в линейной комбинации, лежат в линейной комбинации. Ну, в линейной комбинации, давайте так, в пространстве, порожденном В1, ВН. То есть, в множестве всех линейных комбинаций векторов В1, ВН. Зачем здесь индукция? Вроде можно сказать, что каждый вектор является линейной комбинацией ушек, а каждая ушка является линейной комбинацией Вшек, ну, потому что иначе можно было бы докинуть. Тогда, ну, линейная комбинация линейных комбинаций это вроде все еще линейная комбинация. Ну, хорошо. Я бы сейчас ровно это и сказал. Ну, в смысле, что? Где тут индукция? Индукция, смотрите, вы в вашем рассуждении, вот вы, ну, вы докидываете поочередно по, значит, одному векторочку к этому набору. с тем, чтобы он оставался линейно независимым. Ну, например, я не знаю. Ну, это, конечно, индукция, но ну, ладно, наверное, не надо. Хорошо, давайте просто без индукции, если вам так проще. Вот, в любом случае, вот эта величина довольно интересная, значит, количество векторов у 1 и м, которые не лежат в этом подпространстве, потому что уж точно понятно, что эта величина будет уменьшаться. Всегда. Ну, хорошо. Значит, давайте попробуем без индукции доказать. Действительно. Вот мы берем просто к набору в 1 в н, добавляем какие-то векторочки у 1 из набора у 1 у м, до тех пор, пока, ну, вот там, значит, у 1, там, у ката, допустим, мы их добавляем, и в какой-то момент мы не можем добавить ни одного вектора к этому набору с тем, чтобы он остался линейно независимым. То есть вот это вот до ката номера, оно линейно независимо, а как только мы добавляем какой-то уитый, где и, значит, строго больше, чем ка, вот этот набор становится линейно независимым. Мне надо показать, что вот этот набор является базисом. Ну, кусок про то, что этот набор линейно независим, он, видимо, по построению у нас получается. Вот. Осталось понять, почему уже это порождающая система. Ну, действительно, значит, здесь все... Здесь, в общем, с этим несложно разобраться. Почему? Ну, давайте заметим, что в подпространстве, порожденном вот этим вот набором векторов, Vn, U1 и так далее, у ката, что в этом подпространстве лежат все вектора уитые. Правильно? Мы согласны с тем, что они все здесь лежат в этом подпространстве? Нет. Для любого индекса i. Неважно, больше унка или меньше унка. U1, UK – это как раз те, которые не лежат в V1, Vn. U1, UK – это те, которые мы добавили. Ну, мы и так сделали перенумеровку, чтобы они были первыми. Еще раз, как мы их выбрали? Ну, вот мы берем, добавляем U1 с тем, чтобы набор V1, Vn и U1 был линейный независим. Потом добавляем U2 с тем, чтобы набор был в Vn. Почему такое существует? Или когда он перестанет существовать, мы остановимся? Когда он перестанет существовать, мы остановимся. И нам как раз и нужно проанализировать момент остановки, понять, что в момент остановки мы получили базис. Ну, ладно, хорошо. Что такое момент остановки? Момент остановки – это когда мы все следующие ушки пытаемся добавить, и получается линейно-зависимая система векторов. Вот если я попытался добавить UiT вот к этому номеру при i больше, чем k, и у меня получился линейно-зависимый набор векторов, это означает, что UiT выражался через V1, Vn, так далее, U1, Uk. Правильно? Есть те, кто… Надо пояснить. Вот эту вот строчку. Понятно, что если я не могу добавить UiT, то есть если я добавляю UiT и система становится линейно-зависимой, то это означает, что UiT выражался через все остальные вектора. Мы тут пользуемся теоремой, которая была о линейной зависимости линейных комбинаций? Нет, вообще ничем не пользуемся. Или из-за чего тогда? Нет, нет, ну, хорошо. Представьте себе, что у вас была линейная комбинация. Значит, какая-то константа на UiT плюс, значит, сумма там λiT ViT, значит, плюс λiT ViT, плюс сумма U, значит, там, μLT ULT, μLT ULT, значит, ну и L бегает от единички до K. Вот такая линейная комбинация получилась равна нулю. Значит, вопрос. Вот этот коэффициент C, он либо ноль, либо не ноль? Ну, если он ноль, то что тогда получается? То есть получается, вот этого слагаемого нет, и мы уже получили линейную комбинацию предыдущего набора векторов. Но он линейно независим, поэтому эта линейная комбинация, она не может быть равна нулю, если не все коэффициенты равны нулю. Правильно? Правильно. Ну, значит, там, ну, допустим, в исходной линейной комбинации все были равны нулю. Зачем же мы ее так... Ну, а мы ее такой не брали. Правильно? Мы все-таки предположили, что U, это зависим со всеми остальным набором векторов. Правильно? Согласны? Значит, вот такого случая не бывает. Вот, значит, бывает второй случай только, когда ц не равно нулю. Но тогда на него можно поделить. Если мы на него поделим и перенесем вот это выражение вот сюда, в правую часть, то мы получим, что U, это равняется минус 1, ну, и дальше на вот это вот выражение. Правильно? Ну, это означает, что U, это выразился как линейная комбинация через все остальные вектора. Ну, то есть в любых линейных комбинациях бывает такая штука. Либо эта линейная комбинация не зависит от Уитова, значит, либо Уитая можно выразить через все вектора в этой линейной комбинации. Если она нулевая. Возвращаемся теперь к вот этому тезису. Значит, Уитая выражается через наш набор векторов V1, VN, U1, UK. То есть Уитая лежит вот в этом подпространстве. Значит, это подпространство лежит внутри V, но при этом оно само по себе, раз оно содержит все Уиты, значит, оно содержит в себе и подпространство, порожденное всеми Уитами. А это и есть все V. Правильно? Ну, потому что U1, U, M это порождающая система. Ну, все. Значит, таким образом мы получаем, что вот здесь вот на самом деле равенство. Ну, и вот наш набор, он также является порождающей системой для всего V, то есть является базисом. Польскор, он сам линейно независим. То есть, поскольку Уитая порождающая система и любое Уитая содержится в нашем наборе, мы победили. Да. Спасибо. Хорошо. Значит, существование базиса мы доказали. Ну, не совсем, давайте я следствие сформулирую. На самом деле, это стоило проговорить с самого начала, что в условии теоремы можно было считать, что набор V1, VN пуст. Тогда из этого я получаю, что в любом пространстве есть базис. Ну, в любом пространстве, в котором есть конечный порождающий набор векторов. Это, собственно говоря, мне и нужно, на самом деле, для того, чтобы дать. Ладно, потом. Что такое, что набор пуст? Это в смысле? Ну, это означает, что N равно нулю. Нет ни одного вектора в этом наборе. Это нигде не влияет здесь на доказательства, как вы можете заметить. Ну, просто мы добавляем набор вот этих УАЗИНУК к пустому множеству векторов. Так, и для этого нам надо найти порождающий набор, да? Да, да, да. Вы берете какой-то порождающий набор и добавляете его. Почему он есть? Почему он есть? Мы уже сказали, что это обязательное условие. А, окей. Да, да, да. Это условие, при котором мы производим все наши доказательства. Во всех интересующих нас примерах, конечно, конечный порождающий набор будет иметь место. Если бы у вас вы не ограничивались рассмотрением пространств, в которых только конечный базис, то вы могли бы в качестве порождающего набора взять все V. И вас бы это никак не смутило. Ну, я надеюсь, что это и ответ на ваш вопрос. То есть, если ваше просмотрение большое, вы не заботитесь. Просто не рассматриваем. Просто берете все V в качестве порождающего набора. Но здесь, конечно, для наших рассуждений важна конечность. И поэтому мы предполагаем, что у нас есть конечная порождающая система. Итак, ну, про сумму пересечения нам, конечно, рановато еще говорить. Значит, продолжаем говорить про базис, а именно нам надо говорить про существование базиса. Про единственность базиса. Ну, вообще-то базис ни в каком смысле не единственный, кроме одного разве что нюанса, который нам интересен. А именно, оказывается, что если у вас есть пространство V, которое порождено конечным набором векторов, то размер любых двух базисов этого пространства V одинаков и конечен. Тогда размер любых двух базисов V одинаков и конечен. Ну, понятное дело, в бесконечной мерной ситуации все обычно говорят, что любые два базиса векторного пространства равномочны. Во-первых, не думают про вот это условие, ну, а во-вторых, говорят про мощность базисов. Давайте эту теорему докажем. Вот здесь нам как раз понадобится теорема о линейной зависимости линейных комбинаций. Почему? Представьте себе, что у вас есть два базиса. Я могу считать, что один из них конечен, потому что я могу этот базис выделить из вот этой вот порождающей системы. Правильно? То есть один базис эталонный я всегда могу взять и выделить вот из этой порождающей системы. Поэтому вот у меня есть один конечный базис. Давайте он будет иметь, называться E1, E, N. а второй базис какой-то, значит, давайте будем его называть буквы, этот базис как множество будем называть буквы F, и он состоит из каких-то элементов F-альфа. Может быть, пусть он даже бесконечный. Меня это не особо интересует. Значит, причем здесь теорема линейной зависимости линейных комбинаций. Дело в том, что мы с вами знаем, что все вектора F и T F-альфа выражаются через E-T, потому что E-T и базис. И наоборот, все E-T выражаются через F-альфа. Ну, давайте теперь применять в одну сторону. Вот мы знаем, что все F-альфы выражаются через E-T. Вопрос, какова может быть мощность вот этого множества? Давайте представимся, что в этом множестве есть хотя бы N плюс один элемент. F1 и так далее FN плюс один. Тогда у нас есть N плюс один элемент, который выражается через N элементов. Тогда этот набор линейно зависим, правильно? По теореме о линейной зависимости линейных комбинаций. Ну, это противоречие, потому что это кусок базиса и, соответственно, ну, как любой поднабор линейно независимого набора должен быть линейно независимым. Правильно? Да. Ну, значит, отсюда мы автоматически получаем, что базис F это конечный набор векторов. Ну, и в частности мы понимаем, что M меньше либо равно N. Не может быть, мы не можем здесь найти N плюс один вектор. Ну, а теперь в другую сторону, точно так же. Раз V выражается через F то у нас получается по теореме о линейной зависимости линейных комбинаций неравенство в другую сторону. Отсюда, видимо, следует, что M равно N. Значит, теорема доказана. На самом деле, это самая важная теорема про базисы и эта теорема приводит нас к следующему понятию. Значит, пусть V некоторое пространство векторное над полем K, тогда размерностью пространства V называется количество элементов в базисе V. Как мы только что доказали, эта величина не зависит от того, какой базис вы нашли в пространстве V. Соответственно, все наши пространства, коль скоро они имеют базис конечный, то они называются конечномерными. как только ваше пространство порождено каким-то конечным набором векторов, то в нем есть конечный базис, и оно конечномерное, то есть имеет конечную размерность. Что же нам хочется сказать про наше конечномерное пространство? Вообще-то неплохо бы сделать следующее замечание, а именно любое подпространство конечномерного пространства само по себе конечномерно. Если у нас есть U подпространство внутри пространства V, то оно конечномерно. я сделаю чуть более интересное замечание, а именно я сделаю следующее, докажу следующее, что размерность U обязательно меньше либо равна размерности V. И более того, если размерность U равна размерности V, то это происходит тогда и только тогда, когда U равно V. Давайте мы это замечание докажем и после этого уже поговорим про какую-нибудь другую тему. Там есть просто масса замечаний такого сорта, но я думаю, что они нам не понадобятся. Если захотите, можете в конспекте посмотреть, что там еще можно сказать, какие еще мелкие средства можно получить. Давайте докажем эту теорему каким образом. На самом деле что мне нужно сделать? мне нужно понять, какова может быть размерность, какое может быть количество элементов в линейной независимой системе внутри пространства U. Давайте возьмем какую-нибудь конечную линейную независимую систему внутри пространства U. Раз это линейная независимая система внутри пространства V, то ее размер не превосходит размерность V, потому что любую линейную независимую систему можно дополнить до базиса V, следовательно, в ней элементов не больше, чем в базисе V, который конечен и размер которого равен размерности V. Что мы теперь получаем? Мы получаем, что размер любой линейной независимой системы внутри U не более, чем размерность V. В общем, это почти конец доказательства первой части. С одним только но. Мы до сих пор не понимаем, почему в U вообще базис есть. Хоть какой-нибудь. Ну, то есть, почему в U есть хоть какой-нибудь порождающая система конечная, чтобы к ней можно было применить нашу замечательную теорему. Предположительно, можно взять любой базис или порождающую систему для V и оставить только те, которые входят в U. Это плохая схема. Если нет VICE, тогда можно найти сколько год на большую линейно независимую систему, а если она линейно независима в U, то она линейно независима в V. Да. Вот это правильное рассуждение. Значит, давайте приведем контрпример для начала к тому рассуждению, которое было в начале, что можно взять все базисные элементы, которые не лежат в U. Это довольно распространенная ошибка, что люди начинают думать про базисные элементы, как будто из них составлено все векторное пространство. Ну, оно-то составлено только при помощи разных операций, а не как в теории множество, что все элементы просто дословно равны каким-то из вышеперечисленного списка. И вот здесь это играет значительную роль. Вот у нас пространство V – это плоскость, а пространство U – это вот такая замечательная прямая, которая не совпадает ни с одной из осей. Ну, например, прямая Y равна X. Мы берем базисные векторы E1 и E2, которые просто стандартные базисные векторы. Ну, и видно, что если мы оставим из них только те, которые лежат внутри пространства U, то ничего нам просто не светит. Мы не получим порождающую систему, а получим просто пустой набор векторов. Ну, что ж, правильный ответ тем временем уже был озвучен. Значит, правильный ответ такой. Действительно, если у нас нет порождающей системы конечной, то, видимо, никакого конечного набора векторов нет остаточной, чтобы породить наше пространство U. Тогда мы можем один за другим просто брать, добавлять новые-новые вектора с тем, чтобы они были независимы, мы никогда этот процесс не закончим, потому что если бы мы его закончили когда-то, не смогли бы добавить новый вектор, то мы бы получили порождающую систему, ну, и в этой ситуации у нас получается сколько угодно большой или независимый набор векторов, чего, видимо, как мы уже поняли, быть не может. Итак, мы обсудили первую часть вот этого рассуждения, которое доказывало, что размерность подпространства всегда меньше либо равна размерности пространства. Ну, а теперь нам фактически надо доказать стрелку в одну сторону, а именно, что из равенства размерности следует равенство пространств. Ну, вроде как да, но представьте себе, что у нас эти пространства были неравны, то есть размерности равны, а сами пространства неравны. Ну, оно лежит внутри V, поэтому это означает, что должен найтись какой-то векторочек V маленький из V, который не лежит в U. Ну, тогда давайте посмотрим на базис U. Это U1 какое-то там УК, ну, УН, да, давайте будем считать, УН, Н это размерность V и U одновременно, и добавим к этому набору векторочек V. Я утверждаю, что новополучившийся набор также будет оставаться линейно независимым. Ну, действительно, если я беру какую-то сумму, в которой участвуют ИВ и U1 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 УН, которая равна нулю, то я могу эту сумму просто разбить таким образом. Значит, сумма лямда ИТ УИТ и предположу, что она равна нулю, значит, равняется C на V, правильно? Ну, у меня была разность равна нулю, да, ну, а получилось вот такое равенство. Ну, что это означает? Если такое возможно, если вот эта C не равна нулю, то это означает, что у меня мой вектор V лежит такие в U, что не так. Да, извините, я здесь не лежу. Перечеркнуть должен был эта принадлежность. Итак, значит, если у меня вот есть линейная комбинация, которая равна нулю, то с одной стороны, если C не равно нулю, то это означает, что мой вектор V лежал в U, а если C равно нулю, то это означает, что вот эта вот линейная комбинация одних ушек равна нулю, но это противоречие с тем, что это базис. Ну вот, поэтому не могу я взять этот вектор V и добавить, значит, такого вектора V просто быть не может, но отсюда следует, что мое пространство U равно пространству V. Маленький вопрос, правда ли, что здесь мы считали, что V конечномерное? Да, да, V конечномерное. У меня по второй части был вопрос, то есть мы добавляем вектор V, поскольку они не равны, то там такой вектор найдется. Да. И дальше оказывается, что если мы его добавим, то всегда в базису U мы его добавим, то всегда будет линейная независимая система. Вот при C не равно нулю, что происходит? Ну вот если C не равно нулю, можно на него поделить, считать, что оно равно единице, правильно? Ну это означает, что V лежит в U. Все, понял, спасибо. Итак, хорошо, с этим мы разобрались. Так, сколько у нас еще есть? Почти 20 минут. Ладно, давайте попробуем обсудить тогда еще одну тему. есть мой любимый пример, как понятие линейной независимости, какую роль оно играет в теории чисел. Вот, и я люблю приводить этот пример. Есть такое понятие, может быть, вы знаете, алгебраические числа и трансцендентные числа. Значит, речь будет идти у нас для простоты про комплексные числа. Мы не будем обсуждать более сложную с алгебраической точки зрения, не ситуации. Вот, у нас есть комплексное число какое-то. Оно называется алгебраическим. Если есть ненулевой многочлен с рациональными коэффициентами, такой, что альфа является корнем многочлена P. Ну, соответственно, если это не выполнено, то здесь такого многочлена нет, то альфа называется трансцендентом. трансцендентом. Переписать. Да что ж такое-то? Трансцендентное. Классические примеры трансцендентных чисел это число E, постоянное Эйлера и число P. Доказывать я это не буду, это, в общем, не так просто, как может хочется. То есть, если доказать то, что это не рациональные числа, совсем наивно можно, то доказать то, что они не трансцендентные, все-таки сложнее. То, что они не алгебраические, все-таки сложнее. Но тем не менее, про алгебраические числа обладают массой разных полезных свойств. Но то, что я хочу доказать, следующее. Представьте себе, что у вас есть какое-то алгебраическое число альфа. И тогда вы можете посмотреть разные-разные выражения, которые получаются при помощи вашего числа альфа. Например, вы можете взять какой-нибудь многочлен с рациональными коэффициентами, и посмотреть значение этого многочлена в точке альфа. то есть, это будет какое-то а0 плюс а1 альфа плюс а2 альфа в квадрате и так далее. А n альфа в n. Вопрос. А f от альфа является алгебраическим или нет? оказывается, что ответ на этот вопрос довольно простой и из базовых соображений линейной алгебры получается просто на ура. В смысле, можно поставить один многочлен в другой? А, нет, так что? Нет, это не даст вам ничего. Нет, это не так. Если вы хотите формулу получить, технически можно написать формулу, но эта формула будет каким-то определителем, на самом деле. Если уж на то пошло. Формула значит для того многочлена, который обнуляет f от альфа, довольно сложна. Но действительно ответ – да. f от альфа всегда будет алгебраическим. Если альфа алгебраический, да? Да, если альфа алгебраический, то многочлен от альфа всегда тоже алгебраическое число. Вот это несложно понять. Давайте подумаем, почему это так. Ну, действительно, давайте рассмотрим вот такое пространство v. Значит, это пространство над рациональными числами. И это будет пространство внутри комплексных чисел, которое порождено единицей альфа, альфа в квадрате и так далее, альфа в n и так далее. Ну, можно считать, что до бесконечности. Можно считать, что до бесконечности, но на самом деле можно прерваться на конечном уровне. Почему? Ну, давайте заметим, что если вот наш многочлен имел p от x имел вид там, я не знаю, какой у нас там, b0 плюс и так далее, плюс bm и x в n, тот самый многочлен, который обнулял мой элементик альфа. Ну, bm, на самом деле, не равно нулю, я предполагаю здесь, то на самом деле вот это, то, что этот многочлен обнулял элемент альфа, равносильно тому, что альфа в m выражается через меньшие степени альфа. Меньшие степени альфа. Ну, соответственно, на чем я здесь могу обрезать? Я могу здесь на m минус первой степени на самом деле взять и вот это троеточие оборвать. Значит, давайте я вот этот вот f от альфа обозначу какой-нибудь буковкой, буковкой бета. Давайте смотреть. Я утверждаю, что внутри этого пространства v лежат все элементы вида. Один, ну, один, понятное дело, лежит, он тут просто написан. Бета, ну, бета лежит, это какая-то сумма каких-то степеней альфа. Ну, дальше, здесь же лежат бета в квадрате, потому что бета в квадрате это тоже какая-то сумма степеней альфа, ну, и неважно, что их, эти степени могут быть все равно выражаются через предыдущие. Значит, бета в квадрате, ну, и так далее, до бесконечности, правильно? Согласны? Так, сейчас подождите, пожалуйста, что такое m? Ну, вот, m это степень многочлена p, которая обнуляет альфу. Да, это то же самое, что f, или нет? Скоро? Нет, n, n у нас вот здесь участвовала как степень многочлена f. Это число дальше не будет в рассуждениях участвовать никаким образом. Но просто, чтобы оно не путалось, вот здесь буква m используется для многочлена p. А f это произвольный многочлен? Произвольный. Зачем нам еще раз p вообще? Многочлен p, для чего мы его сейчас используем? p это многочлен, который из условий алгебраичности. То есть, это f. для того, чтобы оборвать вот эту цепочку степеней альфа. Вот мне дальше не надо продолжать, потому что ничего нового я не получу. Согласны? Да, согласны. Я не согласен. Ну, представьте себе, что вот здесь альфа в м написано. Я утверждаю, что оно выражается через предыдущие степени. Давайте посмотрим. Вот я подставляю. Мне известно, что p от альфа равно нулю. Что это означает? Это означает, что b в м альфа в м плюс b m минус 1 альфа в степени m минус 1 плюс и так далее плюс а 0 равно нулю. Правильно? Ой, плюс b 0 равно нулю. Да. Делю на bm переношу альфа в... переношу вот эту всю штуку в другую сторону и получаю альфа в м равно сумме меньших степеней с какими-то коэффициентами. Правильно? Почему мы раньше так не могли сделать для меньших, чем м? Может, и могли. Меня это не волнует. Меня волнует, что дальше ничего нового не получится. Понятно. Ну да. Меня волнует, что все-все-все степени альфы, которых бесконечно много, содержатся внутри пространства, размерность которого конечна. Все, понял. Спасибо большое. Значит, это пространство, я напоминаю, над рациональными числами. То есть все коэффициенты, все вот эти вот b, все здесь, оно рациональное. А при чем тут комплексные числа тогда? Ну, мне просто все где-то должно лежать, я откуда-то эти альфы беру. Нет, а мы про комплексные или про вещественные числа говорим? Да про комплексные, какая разница, понятие алгебра, для тех и для других работает. А, в смысле у нас скаляры рациональные. Да, скаляры рациональные, а подставлять многочлены мы можем, конечно, любые значения. То есть векторы это комплексные числа, а коэффициенты при этих векторах рациональные. Окей? Так, а бета это f альфа, почему f альфа вылежат в вышке? Ну, вот f от альфа это какое-то полиномиальное выражение от альфа с рациональными коэффициентами. Умножу я его еще раз на себя, тоже будет полиномиальное выражение от альфа с какими-то коэффициентами рациональными. Согласны? Сейчас, сейчас. да, 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 все, все. Так. Ну, и здесь мы на финишной прямой уже практически. Давайте заметим, что раз размерность v конечна, то найдется такая степень первая степень k такое, что вот этот вот набор линейно зависим. Ну, на самом деле k равное n гарантированно подойдет. правильно? Ну, не может же у вас быть элементов в вашем пространстве больше, чем размер порождающего множества, правда? Вот здесь я напоминаю, мы до m-1. Ай, m. Вот я ошибся. m. Ну, а дальше, что значит линейная зависимость этого набора? Это означает, что существуют такие c0 и так далее. cк такое, что c0 плюс k cк умножить на бета, ой, c1, прошу прощения, умножить на бета, значит, плюс c2 умножить на бета в квадрате плюс так далее, плюс cк на бета в ка равно 0. Правильно? Ну, вот мы получили, что некоторый многочин обнуляет бету. При этом не все цитры равно 0. Но это означает, что этот многочлен сам по себе не нулевой. Согласны? Согласны, согласны. Значит, все, бета алгебра ищем. Вот, такое качественное рассуждение, это типичный пример того, как может использоваться линейная алгебра, ну, в частности, линейная алгебра в теории чисел. Но это не конструктивное доказательство, да, было? Нет, оно конструктивное, конструктивное. То есть как, а мы можем понять? Вот вы берете, там, я не знаю, вот у вас типичный элемент, корень кубический из двух, там, два на корень кубический из двух, плюс там, я не знаю, три на корень кубический из четырех. Значит, В в этой ситуации Это пространство, порожденное 1, корень кубический из 2, корень кубический из 4. Ну, то есть корень кубический из 2 в квадрате. Дальше не надо, потому что корень кубический из 2 удовлетворяет уравнение третьей степени. Правильно? Ну, да. Вы берете этот элемент бета, возводите его в квадрат. Значит, он должен выражаться как элементик вот этого v. Ну, это несложно на самом деле сделать. Вы берете бета в квадрат, возводите, а потом сводите все старшие степени корня кубического из 2 к вот этим двум первым. Правильно? Значит, это тоже какое-то там c на корень кубический из 2, плюс d на единицу и плюс, я не знаю, e на корень кубический из 4. То же самое делайте для бета в кубе. Ну вот, а потом ищите нетривиальную линейную комбинацию. Ну, единица равна единице. Вот ищите нетривиальную линейную комбинацию. Это надо решить систему линейных уравнений. Да, надо решить систему линейных уравнений. Я надеюсь, что вы на практике уже разобрали, что нахождение нетривиальной линейной зависимости равносильно решению системы линейных уравнений. Ну и вот здесь, в общем, то же самое и будет. Почему нас никак не интересуют константы, которые перед корнями стоят? Они нас будут интересовать… А, это коэффициенты наши все. Да, это коэффициенты системы. Они как-то будут там устроены, но я сейчас не считаю вам конкретику. Если бы я считал конкретику, я бы озаботился. Я бы потерял немножко нить того, что это вообще такое. А, откуда вот эти… Сейчас я все понял. Отлично. Так, ну что у нас получилось? Значит, мы поняли, как линейная алгебра применяется. Давайте под конец я дам парочку определений, сформулирую теорему, а в следующий раз мы ее докажем, наверное. Смотрите, многим уже захотелось поработать с векторными пространствами конечномерными, как будто это множество конечное. И, на самом деле, поначалу векторные пространства дают повод думать про них… Ну, конечномерные векторные пространства дают думать про них, как будто это конечные множества. Ну вот, в частности, когда у вас есть два подмножества, значит, U1 и U2, внутри какого-то множества V, просто подмножества. Есть стандартные операции из теории множеств, а именно пересечение и объединение, правильно? Которые позволяют вам по двум подмножествам вашего множества получить два новых, правильно? На самом деле, нечто подобное есть и в контексте векторных подпространств, а именно определение. Если у вас есть два подпространства внутри вашего векторного пространства V, то их пересечение является подпространством V. И их сумма, то есть множество всевозможных сумм, где первое слагаемое из первого пространства, а второе слагаемое из второго пространства. Так вот, множество всевозможных сумм тоже является подпространством внутри пространства V. это какие-то общие замечания никакой конечной мерности тут не нужно заметьте что объединение вот здесь нельзя взять то есть сумма это и есть наименьшее подпространство наименьшее подпространство которая содержит одновременно первое и второе в качестве подмножества внутри себя вы не можете взять просто отдельные элементы из u1 и u2 и сказать что их объединение вместе это дает подпространство нет надо взять именно сумму ну характерный пример такой вот у вас есть там плоскость да что такое векторные подпространство внутри плоскости но это прямые проходящие через ноль правильно плюс пустое множество и все пространство правда вот если я возьму две прямые и просто их объединю ну это ни в каком смысле не будет векторным пространством например вот эта точка она не будет лежать хотя она является суммой двух векторов из этого пространства да из этого множества она не будет лежать в самом этом пространстве то есть не будет вот это вот объединение двух прямых не будет являться подпространством вот но оказывается что суммы и пересечения действительно ведут себя очень похоже на объединение пересечения в обычной теории множества значит а именно теорема которая называется формула грассмана говорит следующее я буду формулировать его в предположении что объемлющее пространство конечномерно это ни в каком смысле не ограничение и так пусть моё пространство в конечномерно значит и у есть два подпространство внутри пространства в значит ну понятно они тоже конечномерные поэтому имеет смысл на посмотреть на следующее выражение размерность u1 плюс размерность у 2 вот оказывается что это то же самое что размерность суммы плюс размерность пересечения что вам от формулы напоминает включение исключения это практически такое такая интерпретация формула включение исключения в следующий раз мы тогда с вами формулу грассмана докажем но я сразу могу предупредить что к сожалению дальше эта аналогия не идет если вы попробуете написать аналог формулы включение исключения для трех подпространств вас ждет фейл к сожалению она для трех подпространств уже не работает но это вы сами в качестве упражнения можете проверить ну все тогда значит на сегодня я вроде все что хотел рассказал если есть вопросы задавать если нет то можем пойти на перерыв вопрос под указательство вот факта про алгебраические числа значит у меня есть мысль о том по моему можно чуть чуть проще было я хочу чтобы сказали правда ли что рассуждение верны или где то есть ошибка вы на самом деле подпространство не только комплексных но и алгебраических чисел надо сказать что алгебраический вот тут то вы и помрете скорее но там надо доказать что сумма двух алгебраическое число а это произведение произведение на константу ну подпространство ну да хорошо да да сумма но сумма вы тоже помрете скорее всего сумма по моему это следует из вот того что дальше у нас есть ну сумму можно доказать по аналогии с вот этой теоремой можно рассмотреть просто другое подпространство в котором очевидно сумма содержится конечномерная заведомо и поэтому она тоже алгебраическая но строить это пространство сложнее чем строить то которое у нас но я просто не знаю ну хорошо допустим вы доказали что алгебраически это пространство что дальше то как дальше мы просто это не сильно упрощение просто в целом то есть мы вот получили по-прежнему что у нас есть пространство в которое состоит из 1 альфа и так далее ну альфа минус первым и вот минус 1 и в этом пространстве очевидно содержится p от альфа не p от альфа f от альфа вот просто она содержится а если она содержится здесь то она содержится его гибридически значит и фото альфа алгебраическая а в этом смысле ну да 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 ну тут для суммы сложнее просто доказательства а самое главное что это на самом деле работающая процедура то есть те люди которые занимаются вычислительной теории чисел они ну им нужно иногда находить многочлены которые обнуляют ново построенные числа и вот они делают это таким образом он уже посчитать два числа и сложить их и что ну тоже хорошее приближение будет ну ой не не сложить но условно чего смотря если вы хотите найти линейное уравнение на вашу вот у вас дано число бета вы хотите найти на него уравнение с рациональными коэффициентами вы знаете что аналог гибраическое но как найти уравнение ну ответ вот примерно такой надо там расписать бету расписать степени бета и найти линейную зависимость а то есть если мы просто подставим это в многочлен то будет дольше вы ну как вы угадаете многочлен нет еще раз например мы знаем альфы мы хотим найти фото альфа мы не хотим найти фото альфа так и так находится всегда а мы хотим найти уравнение которому удовлетворяет и фото а зачем еще раз для того чтобы приближать такой нога задача стоит у нас стоит обычно внутри теории чисел самой к себе ну то есть эта задача я не знаю где бы там в программистской прикладной какой-то в руки могли понадобиться алгебраические числа сами по себе разве что это могло бы ну по моему это не участвует ну там всякие там лишь то числового поля там нету такой истории там никто уравнение не ищет насколько я помню вот но тем не менее да это стандартная история вы значит считаете ну то есть там вернее как в решете числового поля могут может понадобиться только там обычно не делают это параметры выбирают так чтобы это не нужно было ну часто вам нужно найти например уравнение на f от альфа ну например там f от альфа равно альфа в квадрате многочлен просто возведение в квадрат сходного элемента но как вы напишите уравнение на квадрат сходного элемента если вы знаете уравнение на альфа ну вообще-то это не так очевидно как хочется я убедил вас что это я во-первых сказал для чего это нужно во вторых надеюсь убедил вас что это какое-то решето что-то странное начали говорить не это я этого в топик был решето это я просто попытался подумать если у этой задачи какая-то практическая мотивация но по крайней мере в теории чисел ну часто нужно находить уравнение алгебраические на вот такие вот выражения от исходного элемента у нас есть элемент альфа который вы знали что он алгебраический значит найдите например уравнение на альфа в квадрате это не всегда легко можно как мы это как сказать ищем то в итоге то есть вот ну математически да понятно мы писем за те один там и фаталльфа в квадрате и так далее решаем вот эту систему ну да ну вот я здесь попытался привести пример ну вот у вас бета в смысле альфа у вас это корень кубический из двух значит а бета это ну вот такая штука 2 на корень кубический звук плюс 3 на корень кубический из четырех ну то есть там давайте я здесь напишу просто альфа здесь альфа в квадрате но потом вы возводите бета в квадрат у вас получается там что-то при альфа в 4 но что-то при альфа в 4 так как у вас есть соотношение альфа в кубе равно вы можете переписать через меньшие степени значит получается вот такая штука альфа альфа в квадрате точно то же самое для бета в кубе можно сделать значит а дальше вы подбираете так коэффициенты чтобы все степени альфа сократили чтобы все стало нулем это заведомо можно сделать потому что у вас четыре элемента в трехмерном пространстве ну то что это заведомо сделать это здорово но по факту это все равно решение системы линейных альфа в кубе